В начале, если вы заметили, были нападения, и долго я не могла всплыть вот в эту структуру. Мы, народ-поведитель Есим, я сначала отбивала-отбивала атаки, а потом мне подсказывают. Ты объяви, что ты не давала согласия на все воздействия на тебя, и все воздействия извне ты объявляешь как нарушение кона мироздания. И предъяви это кона мироздания, автоматически все исчезло. Понимаете? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Человек Точно так же, как у двенадцатимерной игры, у нас с вами много-много тонких тел. Их очень много. Следующая вот так. Потом вот так. Потом вот так. Потом вот так. Потом вот так. Дальше. Вот. На двенадцатом. Сзади у каждого из нас находятся минусовые мерности. Минус первая, минус вторая, минус третья, минус четвертая, десятая, одиннадцатая, двенадцатая мерность. Плюс один, плюс два, плюс три, плюс четыре, плюс пять. У каждого из нас сзади находятся минусовые мерности. Впереди находятся плюсовые мерности. По аналогии вот с этой нашей игрой. Каждая сила по очереди завершает три хода. Задающий, определяющий и завершающий. Побеждает то одна сила, то другая. Победитель на время получает благоденствие. Проигравший также на время погружается в разрушение. И так партия за партией. Если сверху посмотреть на каждого из нас, как распределяется, допустим, вот это вот за шарик возьмем, и человек, человек, вот голова, уши. И энергия плюсовая и плюсовая вот в нашем внутри этой структуре распределяется следующим образом. Вот так. То есть, смотрите, левое плечо у меня получается минус, правое плечо у меня получается плюс. То есть, помните, говорит, плюй через левое плечо, и ты попадешь в это, в черта. Слева, левое плечо у меня получается относится к темной яви, и нае правое, к светлой яви, и нае. И энергии эти, вот так прямо, у них не бывает, чтобы они распределяются. Распределяются немножко со сгибами. Вот. Это вид сверху, это вид сбоку. Сзади у меня также по чакрам. На самом деле у нас физическое тело в строении намного сложнее. И чакры намного больше. Говорят, что там в теле физическом 12 чакр, потом еще сколько-то, еще сколько. На самом деле их очень много. Не 12, не 20. И 70, и 80, правда. И 100 с лишним тоже правда. Но концентрация в основном, она находится вот именно вот так. То есть у каждой чакры есть свой собственный рожок, выход в пространственную структуру. То есть рожок, он примерно вот так вот. И выходит рожок раз, и выходит в эту, в пространственную структуру. Следующий рожок раз, и выходит в пространственную структуру. Как впереди, так и сзади. эти рожки есть. И вот этот вот рожок, он и называется чакра, чакральная структура. Это мерностная структура, пространственная. Пространство у нас у каждого есть, пространство минусовой мерности, пространство плюсовой мерности. И чакральная структура, объединяющая пространство, которое вокруг нас и наши физические тела. Кроме того, что я нарисовала, у нас с вами еще есть и душа. Душа, она стоит на единичку. Вот я нарисовала десятимерную душу. То есть они бывают разные. Бывают маленькие, бывают побольше, средние. Вот я нарисовала, ну прям хорошую, десятимерную душу. Маленькая душонка, пакостная душонка, человек большой души. Большой души человека. А не побаловать ли нам себя этим прекрасным вечером? Чем-нибудь запрещен? Пирог с сушеными абрикосами. О-о-о! Не перестаешь удивлять. Ты где такую роскошь добыл? Да, старые друзья. Вот это зависит от того, какой мерности душа пришла. Для того, чтобы пришла большая душа в физическое тело, нужно раскрутить так сексуальную энергию высоко, чтобы можно было из высокой мерности, десятой мерности, допустим, пригласить вот такую высокомерную душу. При условии, когда вся основная игра находится в низкомерности, первая, вторая, третья, допустим, мерность, то в сексуальных отношениях, в саитии, бывает вот на те сексуальные отношения, на которые нас сваливают, то есть механическое саитие, где не присутствует вот этот вот или любовь, или высокие отношения, то при саитии может прийти, при зачатии, может прийти душа низкой мерности, то есть душа, души, у них своя собственная школа, то есть они проходят сначала минеральное царство, потом растение, потом животный мир, а потом имеют право рождаться в человеке при условии, допустим, если душа поднялась высоко. А если игра в низкой мерности, то воплощаться здесь в человеческих телах бывает возможно и из минерального царства, из растительного царства, из животного царства. Поэтому и спускают игру в низкую мерность для того, чтобы все больше и больше сюда, в явный мир, приходили дебилы. Если, допустим, душа пришла из растительного мира или из минерального царства, она не прошла всю цепочку своих собственных воплощений и еще не готова стать душой человека, а ее через соитие, через рождение ее приглашают. Ну, игра в низкой мерности, чем не родиться, да? Улафа такая, мама с папой кормят до какого-то возраста, государство на полном гособеспечении. Ну, почему бы? Ну, хорошо, дебил, ладно, согласен, дебила. Но я при этом могу ходить, говорить, передвигаться из минерального мира. Представьте, минерал лежит, его надо передвигать. И рождается человек, которого надо передвигать, перемещать. Вот такая вот дебилизация основной игры. То есть опасность нахождения основной игры в низкой мерности в том, что в физических телах начинают рождаться низкомерные души, не прошедшие эволюцию. Из минерального мира в растительный мир, из растительного в животное, из животного в царство. Потом при условии... Посмотрите в глаза собаки. Готовый человек, правда? Да. Вот. Поживи несколько своих жизней в образе кошки, собаки. А потом, когда ты уже сделаешь какое-то доброе действие, то ты уже имеешь право выходить в более высокую мерность душой и рождаться уже в образе человека. Во всяком случае, так было всегда. Но вот в недавнее время человеческие тела стали заселяться низкомерными душами. Понятно почему? Дебилизация. А учеба для ботанов на нее забил, потому что я дебил, дебил. Потому что я дебил, дебил. Кроме мерностных структур и души, у нас с вами есть еще дух. У духа конечной мерности внутри нашей 12-мерной игры ее не видно. Я вам расскажу, откуда в предходе дух. Кроме этого, у нас с вами еще есть и живатма. Мы живатму нарисуем восьмой мерности. Это сложная составляющая структура. И есть мы с вами в человеке, где есть сложная составляющая структура, мерностная, чакральная. У нас с вами есть путь духовного просветления, который проходит внутри, в центре каждого из нас. От позвоночника он проходит примерно 4-5 сантиметров. Позвоночник возьмите и перед позвоночником. И как раз он заливает и горло, и темечко, и основной канал, по которому проходит вся основная энергия. И когда подпал происходит, то болит горло. Потому что горло болит, может болеть желудок и по-женски. Вот он канал. Основной канал, где подпаливаются. То есть мы с вами состоим из нашего пути духовного просветления. Состоим из тонких тел, чакральных структур. Состоим из души. Вот это у нас дух. Вот это живатма. Это физическое тело. Вот этим обладаем мы. Для сравнения нарисую китайца. Здравствуй, Добрыня Никитич. А мне говорят, стучит кто-то. Тух-тух. А это ты. И все. Вот это китайцы. Китайцы, которые хотят жить у нас. И с которыми хотят, чтобы мы спаривались. Но у них есть еще. Вместо души и духа у них есть сущность. Когда смотришь в тонком плане на китайцев, то вот этих... Их же много. И так смотришь. Шарик, 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 шарик. Такие шарики. Как эти... Шариком смотрят. Шарик, 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 шарик. Вот и все. Но они все, трехчакральные, имеют привязку к эгрегориальной структуре. Эгрегориальная структура у нас седьмая медность. Когда они все вместе выходят в медитацию в медитационном состоянии, они через сущность, они могут подсоединяться к эгрегориальной структуре. Это седьмая медность. У кавказцев, у них даже сущности нет. У них три чакры рабочие, но у них зато есть душа. И душа несовременная. Почему мы и привлекательны для поживатых, которые являются основными игроками в наших физических телах? Потому что наши тела, тела белого человека, они приспособлены к тому, чтобы в них играла живатма. Я нарисую нашу с вами игру двенадцатимерную. Вот эту еще дальше. Если мы с вами из двенадцатимерной игры выскочим повыше, я нарисую вот игру нашу, такую вот маленькую игру. На право выход. Право здесь небольшая, ограниченная игра. Пятнадцатимерная. Из пятнадцатимерной игры выход в шестнадцатимерное пространство. Шестнадцатимерное пространство уже полноценное пространство. И дальше пошли мерности, 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 мерности. Миллионы, миллиарды, сексиллионы, сексиллиарды. Сексиллион сексиллиарной мерности. Этих мерностей очень много, очень много, очень много, много и очень много. И из каждой мерности вот таких игр можно создавать столько, сколько не лень. Очень много. Когда из 12-мерной игры выскакиваешь в 16-ю мерность и выше, то там более разряженная игра. Тунгий план говорит, что чем больше условности, тем ниже мерность. Посмотрите в нашей игре, сколько условностей. Чем меньше условностей, тем выше мерность. И то, что мы живем в постоянных условностях, мало того, что нам извне создают условности, мы еще и сами себе создаем условности. Это значит, что мы запихиваем сюда себя в более низкую, низкую, низкую меру. Так вот, если вы выскочите, вот это пространство называется пространством создания игр. В пространстве создания игр, таких игр, как наша, создаётся великое множество. У игр есть держатели игр. Это такие сущности, стоящие над игрой, когда 3, когда 4 в нашей игре 6. Так вот, в одной хорошей игре, так будем говорить, 6, допустим. Вот эти вот 6 держателей игр, они стоят в капюшонах. Капюшоны вот так. У кого тёмные, у кого светлые капюшоны. Видела серых капюшонов. Закрыто. Виден только рот, вот эта нижняя часть. И они стоят вот так. Держат руки. И перед ними вот эта вот игра, которую они держат. Одни силы объединяются против других. Каждый раз в новом составе. Времят барабаны войны. Визжат революции. И всё на этой доске. Управляет игрой незримый дирижёр. В пространстве создания игр, кроме игр и держателей игр, есть ещё и создатели игр. То есть это более высокая структура. Создатели игр. Есть создатели-держатели игр. И так далее по иерархии. Если вот это взять за точку и лететь ещё дальше, то мы увидим вот такое ядро. Дальше, дальше, дальше летели. Увидели вот это ядро, в котором рождается живатма. А вот эти вот все игры и пространство создания игр, создатели игр, держатели игр, их очень много. И они помещаются вот в такую тоненькую волосочку. Ровненькую. Из центра рождаются живатмы. И центр их отправляет на периферию. И они все движутся вот сюда, к краю. А вот эта тоненькая полосочка, как раз таки, все игры. И живатма стремится вернуться обратно в центр. А центр говорит, иди, сходи, поиграй. Наберёшься опыта. И когда ты наберёшь этот опыт, я тебя впущу в себя, потому что мне обязательно нужен твой опыт. Живатмы идут в игру, подлетают вот к этому, к этой полосочке на периферии, внедряются в пространство создания игр и спрашивают, где тут можно поиграть. Только сегодня и только здесь самый большой приз. Два полцарства. Рискни и почувствуй удачу на вкус. Ну, хочешь сыграть? Им говорят. Ну, вообще-то, обычно живатмы начинают игру с создателей, держателей игр. Ну, хорошо, поиграют с создателем держателей игры. Потом начинают играть с создателем игр. Потом начинают, спускаются ещё ниже и становятся держателем игр. Когда они держат игру и играют в эту игру, то всегда хочется засунуться и начать самому играть. И они говорят, живатмы говорят, ну, вот хочется поиграть внутри игры. А там говорят, это же условие, это же агрессивная среда для живатмы. Нужно одеть в скафандры. Вот они первые скафандры и одевают. Вот эти вот тонкие тела, которых очень много. Летят, 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 летят. Потом долетают до какой-либо мерности. Допустим, до 256. Говорят, хочу ещё туда идти, вниз поиграть. А они говорят, там агрессивная среда. Нужно одеть следующий скафандр. Следующий скафандр, который они одевают, это скафандр под названием Дух. Они одевают Дух, летят вниз, говорят, подлетают к нашей 12-мерной игре и говорят, ну, хочу сыграть в эту игру. А им говорят, Дух мой номер, там вообще не выживает живатмы. Ну, хочется, ну, хочется. Ну, вот интересно, было бы интересно поиграть в эту игру. Этой живатмы говорят, ну, хорошо, но только надо одеть скафандр. Она одевает следующий скафандр, уже внутри 12-мерной игры, это душа. Она одевает душу, спускается вниз и говорит, и хочет играть еще в более низкой игре. Говорят, тут можно играть только в физическом теле. Ну, если хочешь в физическом теле, ну, вот, надо одеть скафандр под названием физическое тело. Ну, вот, она одевает скафандр под названием физическое тело. И рождается вот такой вот человечек. Точка, точка, запятая, минус, рожица, кривая. Получился у нас человечек. Он высунулся в эту низкомерную игру и забыл напрочь, что он живатма и сцена. Начал здесь играть, и когда попадает в эгрегориальную структуру, в зависимость, то он начинает играть вот так. Живатма должна возвращаться, 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 возвращаться в центр, принеся сюда свой собственный опыт. А она не возвращается. Она попадает в зависимость, в эгрегориальную структуру и начинает играть вот здесь. То есть вечный двигатель, Начинает работать на эгрегориальную структуру. Центр. Не будь дураками, говорят. По счёту. 256 жевакну вышли играть. Три вернулись. Где остальные? Не вернулись. Где застряли жевакну? И когда начинают просматривать, где застревала жевакна, находят такие игры, как наши, смотрят, сколько жевакну там застряло, и отправляют сюда чистильщика. Понятно, откуда приходят? Пророки. Вот они отсюда приходят. Пророки, учителя. Что ещё там? Мессии. Не знаю, ещё кто. Ну, наверное, ещё кого-нибудь отправляли. Приходят они сюда, в эту двенадцатимерную игру, и смотрят, где, тут, в каком месте застревалки. Потому что жевакна должна возвращаться с опытом. Мы пришли сюда, поиграли. И вернулись обратно, оставив все скафандры там, где их взяли. И жевакной вернулись в центр и принесли ей свой опыт. Центр от этого начинает развиваться, рождать новых жевак. И новые жевак уже с улучшенной структурой начинают опять тот же самый бег. Сюда, 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 сюда. Для того, чтобы исправить ситуацию внутри двенадцатимерной игры, нам с вами нужно выскочить как можно выше. То есть мы с вами из низкой мерности должны выскочить в более высокую мерность для того, чтобы начать исправлять ситуацию внутри двенадцатимерной игры. Как мне говорят, война окончена. Война окончена. Мы победили. В следующий раз видите нападение, даже не утруждайтесь отбивать. Просто говорите, я не давала согласия на это нападение. Расцениваю его как нарушение кона мироздания и отправляю эту информацию в кон мироздания для наказания со стороны кона мироздания. Понятно? Как мне говорят, война окончена. Война окончена. Мы победили.